Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» о событиях среды 10 августа вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. На Кубани будут развивать сеть логистических центров для сельхозпроизводителей. Дмитрий Медведев посетил Дзинской район. Сувенир на память. Пограничники задержали мужчину, который прятал наркотик в тамбуре. Это уже не первый случай за лето. Сочи набирает обороты. Борьба с курением в неположенных местах. В Хостинском районе прошел очередной рейд. Пришел на пляж – займись ушу или гимнастикой. Такой шанс отдыхающим сегодня дали ученики второй спортшколы. На Кубани будут развивать сеть логистических центров для сельхозпроизводителей. Об этом говорили на встрече Дмитрия Медведева с активом «Единой России» и сторонниками партии. Ее премьер-министр провел в Дзинском районе. Участие в обсуждении принял и губернатор края Вениамин Кондратьев. Благодаря программе импортозамещения выросли объемы сельхозпродукции. И у аграриев возник вопрос, где ее хранить. Не рассматривается возможность строительства федеральных логистических центров для хранения сельскохозяйственной продукции и оказания помощи на местах в регионы, для того, чтобы мы могли здесь у себя построить такие центры. Мы как раз говорили с Вениамином Ивановичем по поводу того, чтобы строить такие центры на Кубани. И мы эту работу обязательно продолжим, имея в виду, что нужно строить и большие, и не очень большие центры в зависимости от ситуации на рынке. Также Дмитрий Медведев отметил, что импорт продуктов уже снизился на 35%. По словам премьер-министра, это движение в правильном направлении и вопрос с обеспечением продовольственной безопасности страны сегодня успешно решается. Фермерам необходим гарантированный сбыт продукции. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с Дмитрием Медведевым. А после они побывали в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Динского района. Глава хозяйства Юрий Ильченко рассказал, что ставку сделали на крупные рогатый скот и молочное животноводство. Купили разрушенную ферму, восстановили ее. Сейчас здесь общее число коров больше 400 голов. Дойное стадо составляет половину. Средний надой на одну фуражную корову – более 6,5 тысяч литров молока в год. Губернатор и премьер-министр осмотрели ферму. У Юрия Ильченко не просто крестьянско-фермерское хозяйство, а законченный цикл производства. Здесь и свой цех переработки – сыры, творог и даже йогурты из собственных фруктов. Готовую продукцию показали премьер-министру и губернатору. Свой товар фермер реализует в Динском районе и в Краснодаре. Однако наблюдаются проблемы со сбытом и переработкой. Вот это наша малина. У нас плантации малины составляют порядка 12 гектаров. В этом году мы раньше продаем. Дмитрий Анатольевич, как только вы Турцию закрыли, мы сразу землянику в два раза. А в этом году мы закладываем землянику еще на 50% у нас заложено. И как бы немножко побаиваемся того, что откроем. Да. Ну, вы нас уж поддержите. С переработкой давайте делать. О чем проблема? Им очень важно понимать, что был гарантированный сбыт. Вот сегодня мы делаем все, чтобы селянин на Кубани, особенно средний у нас бизнес, а фермер у нас средний бизнес, получили гарантированный сбыт своей продукции. Они сегодня очень быстро реагируют на потребности муниципального рынка. Чем хороший фермер? Потому что он более мобилен. Он понимает, что сегодня нужно на рынке, в чем продуктовый дефицит. И быстро перестраивает свое большое или небольшое хозяйство под нужды рынка. Кроме этого, у фермера еще и более 900 овец. Останавливаться на этом он не собирается, так как мясо реализуется хорошо. И вообще, отметил Ильченко, прибыль от животноводства будет, если заниматься этим серьезно. Но сегодня, чтобы удовлетворить спрос потребителей, требуется поддержка государства. Почему не стимулировать и те фермеров, которые занимаются животноводством? Действительно, вычисли правильное предложение. И сегодня региональные власти предусматривают механизмы воздействия. Есть краневозы по этому поводу, есть сегодня все институты стимулирующие животноводство, господство, животноводство. Я думаю, это дело времени. Вот, к примеру, фермер, который сегодня у нас принимает, он расширяется. Сегодня у нас традиционная поддержка, она же сегодня те, кто занимается животноводством, больше получает, чем те, которые занимаются стимулироводством. Так получается. Поэтому здесь тоже сказать, что ничего не имеет животноводных нельзя. То есть есть то, что поэтапно сегодня мы внедряем, и оно начинает работать. И если оно даст результат, что больше фермеров, если, во-первых, будет заниматься животноводством, конечно, мы увеличим. И господдержим. Животноводы 1680, а растениеводы 300. Вот, а вот есть разница в пять раз. После посещения хозяйства председатель правительства страны и губернатор Кубани совершили вертолетный облет сельскохозяйственных территорий края. Губернатор рассказал премьеру о ходе уборочной страды. Сегодня край собрал свыше 10 миллионов тонн зерновых и рассчитывает на большие результаты в уборке риса, сахарной свеклы и подсолнечника. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи набирает обороты борьба с курением в неположенных местах. Накануне в Хостинском районе прошел очередной рейд. Активисты молодежного парламента и сотрудники управления здравоохранения проводили беседу с нарушителями. У нас курение в городе, в общественных местах запрещено. Город свободное от курения. Я согласен, да, то, что в общественных местах, вот как вы говорите, курить нельзя. Парк Фрунзе, ранний вечер, солнце уже не такое активное, самое время для прогулок. Потому на скамейках парка почти нет свободных мест. Правда, не все могут наслаждаться чистым воздухом и красотой природы. То и дело, вид на море скрывается за домовой зависой. О здоровом образе жизни, подчеркивают участники рейда, люди должны задуматься сами. Но при этом не отравляют кислород тем, кто бережет свое здоровье. Потому и выходит в рейды особое внимание курение там, где это запрещено. Но вопросы, законно ли это, ссылаются на российское законодательство об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Курить без ограничения можно только у себя дома. В остальном необходимо следовать букве закона. Для курильщиков в Сочи организованы специальные места. С теми, кто либо не знает об их существовании, либо принципиально отказывается соблюдать закон, проводит беседы. Те, кто нарушают, мы подходим, делаем им замечания и беседуем с ними. То есть человеку даем понять, что он действительно сам нарушил. И он сам тушит сигарету. И, честно говоря, результаты есть. У горожан отношение к курению курильщикам неоднозначное. Кто-то ратует за здоровый образ жизни. И к табаку относится крайне негативно, другим все равно. А некоторые, будучи зависимыми от табака, сами желают избавиться от пагубной привычки. Считают, что такие рейды заставляют задуматься о вреде курения. Отрицательно тоже. Не люблю. Я нейтрально отношусь к курению. Мне все равно. Ну, негативно. Стараюсь бросить. Сочинские власти предупреждают, что беседы с нарушителями не всегда проводят волонтеры и медики. Правоохранительные органы, а у них, как правило, разговор сводится к составлению административного протокола, штрафуют нарушителей. Тысяча рублей может и невеликая сумма, но уж точно помогает дисциплинировать тех, кто не может отказаться от сигареты. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. Около 750 новорожденных появились на свет в Сочи за последний месяц. Почти на 50 младенцев больше, чем в июне. Причина в том, что родителям на курорте становятся и туристы. Вот только не все мамы с младенцами после родов могут отправиться домой. Детей, появившихся на свет раньше срока или с патологиями, переводят в детскую больницу. Впрочем, здесь созданы все необходимые условия для лечения новорожденных. Как врачи выхаживают младенцев и когда в Сочи появится еще один перинатальный центр, узнаем из следующего сюжета. Варя и Мира появились на свет раньше срока. Елена Попова родила своих первенцев на седьмом месяце беременности. Девочки весили чуть больше килограмма. Маму с детьми сразу перевели в отделение патологии новорожденных. Необходимо, сколько оставаться, никто нам не скажет. То есть, ну, будут смотреть по анализам, конечно, и как будут девочки набирать веси. Лежим мы здесь уже почти две недели. Вот, ну, ничего, прогресс виден, уже поправились мы, кило 600 и кило 300 весим. В отделении лечат новорожденных как с патологиями, так и родившихся раньше срока. Благодаря современному оборудованию и профессионализму врачей, в девятой больнице теперь могут выхаживать детей, родившихся с минимальным весом, всего в 500 граммов. У недоношенных малышей особый рацион вскармливания и грудным молоком, и специальными смесями. Современная методика вскармливания инновационными смесями. Необходимые все препараты антибактериальные, иммунокорригирующие препараты. Эти дети выхаживаются. То есть, если раньше стоял вопрос жизни таких детей, то сейчас стоит вопрос уже качества выхаживания таких детей. В последние годы медицина Сочи вышла на принципиально новый уровень. С помощью врачей мамами теперь становятся и женщины, страдающие сахарным диабетом или пороком сердца. Врач-неанатолог Эльвира Борисова говорит, раньше с такими заболеваниями и мечтать о рождении ребенка было нельзя. Но сегодня в девятой городской больнице таким беременным оказывают всю необходимую помощь. А скоро в Сочи появится еще один современный перинатальный центр. Его строят неподалеку, на месте старой инфекционной больницы. Малышей у нас столько сегодня рождается, что нам просто пришлось строить новый перинатальный центр. Это значит и роддом, и детскую больницу. И к концу этого года он будет построен. Это, конечно, лучшие условия, это более новые технологии. И, конечно, уверен в том, что перинатальный центр – это еще шаг вперед. После открытия нового центра старый продолжит работу. Уже известно, что туда из второй горбольницы переведут гинекологическое отделение. Таким образом, все медицинские службы, оказывающие помощь женщинам и новорожденным, будут сосредоточены в одном месте. Так удобнее и врачам, и пациентам. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». К другим новостям. Расслабляться на отдыхе не стоит. В Сочи задержана семья пляжных воров. Для этого оперативникам пришлось разработать спецоперацию. 18 краш на пляжах. В местах массового пребывания людей таков багаж совместной жизни супружеской пары из Дагомыса. Чтобы задержать их, сотрудники уголовного розыска разработали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате 49-летние местные жители были задержаны с поличным. Сценарий, по которому они действовали, был однотипен. Пара выходила на пляж, набережную или в парк. И мужчина похищал вещи, оставленные хозяевами без присмотра. В основном добычей были планшеты, мобильные телефоны, кошельки, дамские сумки. Установлено, что это супружеская пара. Между ними были четко распределены преступные роли. В то время как мужчина похищал чужое обущество, женщина следила за ситуацией и в случае чего подавала ему определенные знаки. Супруги, кроме прочего, рассчитывали на свой возраст как средство уйти от подозрений. Поэтому долго оставались безнаказанными. Оба соучастника арестованы, возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. На российско-абхазской границе задержан мужчина, который прятал наркотик в тамбуре. Всего же с начала года сотрудники Краевого пограничного управления ФСБ России пресекли почти десяток попыток провоза наркотиков через границу. Половина из них – результат курортного сезона. Так, в контрольно-пропускном пункте Адлер-Железнодорожный при оформлении поезда Санкт-Петербург-Сухум пограничный наряд выявил россиянина, который пытался скрыть наркотик в технологическом пространстве тамбура. Позднее экспертиза подтвердила, что вещество, помещенное в резиновые трубочки, производное опасного наркотика N-метилофедрона. Двумя днями ранее на пешеходной, составляющей многостороннего автомобильного пункта пропуска Адлер, пограничники пресекли попытку провоза так называемой соли. Больше грамма наркотического вещества, расфасованного в бумажные свертки, уроженец Абхазии пытался провести к себе на родину в носках. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Сегодня в Южном военном округе завершается армейский международный конкурс «Чистое небо». А последний этап – комбинированная эстафета на военной технике. Команды пройдут более 130 километров. На полигоне Ейске в финале участвуют военнослужащие из семи стран-участниц конкурса. В начале эстафеты на старт одновременно выходят два подразделения от команды и подразделения переносных зенитно-ракетных комплексов и расчет зенитной установки. Начинает эстафету подразделение ПЗРК, которое на финише передает эстафетный флажок своему расчету зенитной установки. Участники соревнования померятся мастерством в вождении БТР и автомобилей по пересеченной местности и преодолении на технике различных препятствий – Брод, Косогор, Восьмерка. Также во время прохождения маршрута военнослужащие поразят мишени из различного вооружения. В качестве мишени выступят наземные и воздушные цели, в том числе имитирующие вертолеты, самолеты, бронетранспортеры и живую силу условного противника. Всего будет поражено более 300 мишеней. Победители и призеры «Чистого неба» в общем зачете определятся по сумме мест во всех этапах конкурса, сообщает пресс-служба Южного военного округа. К другим новостям. Подвиг анапчанина Вячеслава Евскина вспоминают на Кубани. В Краснодаре открыли бюст герою России. Ровно 20 лет назад майор госбезопасности в Чечне ценой жизни спасал своих бойцов во время засады. На торжественную церемонию собрались все, кто лично знал Вячеслава Евскина и кто слышал о его подвиге. Сослуживцы, руководители края и города. По мнению Вениамина Кондратьева, именно на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение. В те лихие, смутные бандитские 90-е, непростое для страны время, оставались люди, для которых честь и отечество были превыше всего. Бюст нашему кубанскому герою мы открыли. Поэтому и смогли пройти тот сложный для страны период, потому что он и еще многие, как он, отдали свои жизни за нашу великую страну. Он жил просто, как простой офицер, а погиб как герой. И я уверен, много простых офицеров сегодня просто живут, но внутри них находится честь и отечество. О подвиге майора сегодня много говорили и даже читали стихи, а близкие друзья делились воспоминаниями. Хорошо учился в школе, закончил Ташкентский институт народного хозяйства. В 87-м году начал служить в КГБ Советского Союза. В 90-х был переведен в Краснодарское управление ФСБ. У Вячеслава Евскина была возможность не ехать в ту командировку в Чечню, но офицерский долг не позволил ему отказаться. Два дня он и другие военнослужащие отбивали атаку боевиков в своем общежитии. В ночь с 7 на 8 августа 1996 года они решили покинуть здание, но попали в засаду. Прикрывая отход своих товарищей, майор Евскин подорвал гранаты себя и окруживших его боевиков. Свои действия он совершал именно, думая о нашем будущем. Поэтому, я думаю, сегодняшним открытием Бюста мы делаем большое дело, чтобы не только сегодняшние краснодарцы, но и будущее поколение помнили о тех, кто создавал для них. И создает в том числе сегодня, воюя на Кавказе, на дальних рубежах и обеспечивая безопасность нашей Родины. Он с честью выполнил свой воинский долг, не пощадил свою жизнь ради жизни других. Прошло уже 20 лет со дня гибели его. И это кажется, как будто всего лишь прошел один день. Вечная память героям, погибшим не только в горячих точках. Похоронен Вячеслав Евскин в Анапе. В городе-курорте именем майора названа улица, а в Краснодаре – бульвар в юбилейном микрорайоне. Там и установили бюст Героя России. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Мир акварели есть теперь в Сочи. Одноименная выставка Александра Герасименко открылась сегодня в арт-медиа-центре Родина. Александр Герасименко живет и работает в Тимошевске. Постоянный участник городских и краевых выставок Александр радует своих зрителей выразительными акварелями. Проводит мастер-классы для молодежи. Его работы пользуются успехом за рубежом. Находятся в частных коллекциях Швеции и Финляндии. Художник владеет разными техниками. Больше всего ему нравится графика. Тем не менее, в своем творчестве используют разнообразные художественные приемы. Смешанную технику, многослойную живопись. Акварели, представленные на выставке, прозрачны и воздушны. Самые строгие критики уже отметили, что всем работам Гера Семенко обязательно присущи тонкое ощущение красок, воды и изысканный вкус. В Сочи продолжаются гастроли Королевского цирка «Гиерадзе». Это уникальное шоу на арене Сочинского цирка посмотрели уже тысячи жителей и гостей курорта. Каждое выступление проходит с аншлагом. В цирке задействовано 120 артистов и более 100 животных. Чем они занимаются в перерывах между спектаклями и в чем уникальность Королевского цирка, расскажет Ольга Десятого. Это фрагмент аттракциона «Дикий мир». Он собрал небывалое для одного номера количество крупнейших цирковых наград – сразу семь. В одной клетке смешанная группа животных – 13 тигров и львов, плюс кардебалет. Сложные трюки и полет с тигром под куполом цирка. А так герои номера «Тигры и львы» отдыхают в перерывах между выступлениями. Их растерили в свободных вольерах. Одни нежатся на солнце, другие напротив, прячутся в тени. Третьи спасаются от жары в бассейне. В Сочи они себя чувствуют вообще прекрасно. Мы любим этот город, любим сюда приезжать, и животные любят приезжать. Тем более у нас четыре тигра, они именно сочинцы, зоопарка с Октябрьского санатория. Это их местная стезя, природа. Им здесь комфортно, очень удобно. Хлопай, Ричи. Хлопай. 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 Ну а пока полосатые хищники отдыхают, шимпанзе Ричи снова и снова репетирует. Он звезда аттракциона «Африка». В его арсенале десятки трюков. Работает с Ричи на манеже и вне арены Александр Дудкин. Дрессировщик рассказывает, Ричи 11 лет. А по интеллекту он как шестилетний ребенок, поэтому его цирковым возможностям практически нет предела. Как артист он очень талантливый. Он и в воздухе летает, и делает разные трюки в воздухе. На манеже он делает, и колесо делает, и стойки ходит, хлопает, и поклончики делает, и языки показывает. Ну тут так перечислять можно долго. А еще Ричи – настоящий джентльмен. При встрече целует дамам руку. Поцелуй, Ричи, поцелуй, поцелуй хорошо. Всего же в программе «Королевский цирк Гии Эрадз» задействовано более ста животных. На арене работает 120 артистов, для которых шито 2000 костюмов. На сцене тонны декораций, киловатты музыки и света. Погрузиться в это яркое, уникальное в своем роде шоу зрители смогут до 28 августа. Ольга Десятого, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. Нам спорт с физкультурой, как воздух нужны. Под таким девизом сегодня в Сочи прошли мероприятия ко дню физкультурника. Он ежегодно отмечается во вторую субботу августа. Утро на площади перед Домом культуры. Юбилейно началось разминки, а также танцы в эстафет и флешмобов. Мероприятия совместными усилиями подготовили департаменты спорта и культуры города. День физкультурника сегодня объединил не только людей, чьей профессией стала физкультура или спортсменов-профессионалов, защищающих честь страны на международных соревнованиях. Это общий праздник, подчеркивают организаторы. И, в принципе, повод объединить как малышей, так и взрослых, которые за здоровый образ жизни. А тем, кто еще не приобщился к спорту, сегодня рассказали и показали, что значит заниматься в спортивной секции. Буквально пять дней назад Международный Олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр 2020 года карате. Я думаю, что это огромный стимул для всех спортсменов, еще одна новая вершина. И очень надеемся, что именно это событие привлечет все больших детей к спорту. Екатерина Канева, начинающий тренер, норматив мастера спорта, выполнила в прошлом году, выступая на чемпионате России. Сегодня своим примером она мотивирует ребят, развивает их физически, а заодно и воспитывает в них упорство. Надя с Ксюшей уже занимаются спортом. Девочки выбрали спортивный туризм. Но с удовольствием приняли участие и в сегодняшней оздоровительной игровой программе. Я считаю, что спорт это очень полезно для здоровья, для иммунитета. В общем, спортивный город это хорошо. Я планирую остаться в спорте и идти дальше, к новым высотам. Мы хотели с Надей заниматься спортом, укреплять мышцы. У нас в школе физкультуры, карате много участия. В целом статус всероссийского праздника День физкультурника приобрел в 80-м году, сразу после Олимпиады. А известен еще с 20-х годов, когда занятие спортом считалось делом каждого. Родившийся тогда знаменитый лозунг «В здоровом теле, здоровый дух» актуален и сегодня. Пропаганда здорового образа жизни – основная задача руководства курорта. Приоритетным направлением является и развитие спортшкол. К слову, в Сочи функционирует 763 спортивных сооружения, а в 24 муниципальных учреждениях физкультуры культивируются 74 вида спорта. Успешно в городе работает и уникальный физкультурно-спортивный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. В результате спортом в Олимпийской столице занимается без малого 42% горожан. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Осочинские гимнасты и ушуисты сегодня дали мастер-класс показательной тренировки воспитанников 2-й детско-юношеской спортшколы Олимпийского резерва прошли на пляже Ривьера. Все начинается с разминки. Занятия на свежем воздухе проводятся так же, как и в спортзале. Упражнения на гибкость – главная составляющая в художественной гимнастике. Выполнить наряду с мастерами спорта махи, наклонные стойки решили и отдыхающие. Елена Ивлева недавно приехала на курорт из Челябинска. Сама занимается плаванием. Говорит, утренняя гимнастика, да еще и у моря, очень полезна для здоровья. Я стараюсь приучить себя, чтобы это было постоянно. Это несложно, если делать постоянно. Просто глядя за профессиональными людьми, хочется соответствовать такому же уровню. Сначала воспитанницы 2-й спортшколы Олимпийского резерва выполняли несложные упражнения, а после показали свое мастерство с предметами. Конечно, здесь наши жители не смогут, к сожалению, за ними повторить. Но посмотреть, я думаю, для них это будет интересно, зрелищно. Зрелищными были и показательные выступления воспитанников отделения УШУ. Эти спортсмены завоевывают первые места в Южном федеральном округе. Призеры первенства России, победители первенства Европы продемонстрировали захватывающее владение мячами. Мы практикуем работу с тремя видами мячами. Это дао, широкая сабля, дзянь прямой, двусторонний мяч, который с двух сторон имеет острую поверхность. И нань дао, тоже широкая сабля, больше она подходит для мальчиков, которые имеют такой силовой аспект работы. Узнать в тонкости владения мячом могли все желающие. Некоторые гости курорта всерьез заинтересовались этими двумя видами спорта. Это и была главная цель мастер-класса – привлечь к здоровому образу жизни как можно больше людей. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. Спорт может пощекотать нервы и в перерыве между матчами. Болельщика хоккейного клуба «Сочи» побрили коньком. Видеоролик опубликовали на официальном канале клуба в Ютьюбе. Руководство клуба пригласило профессионального бродобрея из сети мужских парикмахерских, который в перерыве одного из матчей побрил бороду болельщика настоящим хоккейным коньком. На своих сайтах видео опубликовали американские и канадские телеканалы Fox Sports и TSN. А автор одной из публикаций восхищенно прокомментировал запись. В Канаде до такого додуматься не смогли. Русские сделали это первыми. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает огромный ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. О всем самого доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok